У нас тут как вифлеем. Это кабинет. Здравствуй, мама он называется. Потому что тут никогда на борту не направляют. Сюда приходят женщины, со всей России будут приезжать. И врачи будут встречать. И первая фраза, которая говорит, поздравляю, вы будущая мама. И хочу вам показать, у нас и аппарат УЗИ. Там и современная. Если где-то какая-то диагностика была такая, знаете, что женщина сомневается сохранять или нет, она придет к нам и перепроверит. Еще у нас такие есть демонстрационные модели эмбрионов, вот как выглядит человечек. Чтобы женщина не сомневалась, что там ее ребенок уже мальчик или девочка. Тут есть и гинекологическое кресло. Тут есть и телефоны горячей линии. И тут будет еще немножко по-другому. Тут будут перегородки, будет зонирование. Тут будет еще лучше. Мы все время развиваемся. Такие кабинеты сейчас есть в 11 регионах. А в Москве мы решили открыть церковные больницы, потому что это правильно. Объединяется. У нас какого-то проекта Божественничества. Мне почти очень хорошо. Да, слава Богу. Мы просим благословения, потому что больница до сих пор с детьми у нас не работала. Это будет начало такой работы с детьми. Мы спрашивали, это очень много, чтобы православные люди встретили здесь в реанимальной помощи. Благословитель вошли. Спасибо большое. Верим, что все так и получится, как задумывается. Мы бы очень хотели, чтобы беременная женщина получает папку с видами помощи, носочки розовые или голубые. Мы бы хотели, чтобы там были слова вашего благословения на народы, чтобы она получала такое письмо от вас, чтобы знала, что Святейший Патриарх тоже... Я готов написать такое письмо. Вы только скажите, когда, куда, кому. Спасибо большое. Спасибо за поддержку. Спасибо, Господи. Ваше Высокое Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, я очень рад возможности посетить это место и встретиться с вами, со священнослужителями, которые несут сейчас очень ответственное служение, посещают госпитали, оказывают духовную поддержку раненым, тем, кто особенно нуждается в духовной поддержке, находясь неверно в очень тяжелом физическом состоянии. Мало, наверное, кто из нас думал, еще несколько лет тому назад, что на московское духовенство ляжет такая миссия, посещать госпитали, где будут военные наши, воины, раненые. Причем раненые не случайно, а раненые из-за участия в реальных, конкретных военных действиях. Я глубоко убежден в том, что служение пастыря в таких местах принципиально является очень ответственным и требует, конечно, соответствующей духовной настроенности. Мне приходилось посещать раненых военнослужащих. Я себя вот на какой мысли поймал, входя в палату, где лежали наши молодые ребята, в очень непростом физическом состоянии, что мне было очень трудно найти вначале какие-то слова. Я понял, что здесь нельзя сказать ничего лишнего, ничего неправильного, ничего искусственного. Нужно говорить только то, что они примут и разумом, и сердцем. И как-то Господь вразумил, и такая беседа состоялась. Но понял я, что это очень ответственное пастырское служение. Приходить к тем, особенно молодым, которые лишились здоровья, иногда с очень тяжелыми последствиями, потеряв руки, ноги, будучи еще совсем молодыми людьми, у многих из которых семьи. Все это требует какого-то особого слова, и это слово должно идти от сердца, от разума. Но ни в коем случае не должно быть никакого механистического подхода, какого-то штампа пришел и уже по некой заготовке говоришь то, что говорил, может быть, в соседней палате. Вот эта пастырская ответственность требует, конечно, особой такой чувствительности, проницательности, духовной интуиции. И поэтому приветствую вас, мои дорогие отцы. Хотел бы пожелать вам того, чтобы вот именно так, а не иначе вы подходили к каждому раненому человеку. Но все мы со слабостями, все мы имеем некую ограниченность. Такова человеческая природа. Поэтому всегда нужно сопровождать свое посещение предварительной молитвой сердечной, обращенной Господу, чтобы Господь помог, вразумил, помог найти правильные слова. Потому что от ваших слов ведь будет очень многое зависеть. И вообще зависит, когда речь идет о взаимодействии с тяжело ранеными молодыми людьми. Некоторые из них ведь в отчаянном состоянии. У меня были такие встречи. Молодой человек, который стал инвалидом, потерял конечности, у него молодая жена, ребенок. Можно себе представить, что в его сознании происходит. Но с другой стороны, кроме священника, ведь по-настоящему никто не сможет найти такие слова и сказать то, что может поднять его дух и успокоить. Но еще раз хочу сказать, это не могут быть искусственные слова. Это не могут быть слова по какой-то схеме. Это в каждом отдельном случае особые слова. И поэтому нельзя уповать на свою мудрость, на свое образование, на свой опыт. И всегда перед встречей с такими людьми нужно просить у Господа помощи. Чтобы он вразумил, он открыл разум и уста для осознания того, что происходит. И для оценки той ситуации, в которой священник оказывается соприкасаясь с таким тяжело раненым человеком. Ну и чтобы и слова были найдены правильные. Вот всего, все это я желаю вам от всего сердца. Еще раз хочу сказать, что этому научиться нельзя. И к этому привыкнуть нельзя. Если к этому привыкаешь, это очень плохой симптом. Это путь к окамененному нечувству. Там, где привычка, там чувства уходят. А у священника не могут уходить чувства. Вот у хирурга они должны уйти, а у священника никогда. Священник должен сопереживать. Только тогда его слова будут правильными и честными. И доходить до сознания, до сердца того, кому они будут обращены. Поэтому, сознавая всю ответственность, сложность вашего служения, радуюсь сегодня этой возможности встретиться с вами и передать вам свое понимание того, каким, как мне кажется, должно быть пастырское служение. Особенно по отношению к тем, кто пострадал от ведения военных действий. Я хотел бы в память о пребывании в этом святом месте подарить вот этот образ Владимирской иконы Божьей Матери, молясь перед которым, в первую очередь возносите молитву о тех, кто в этом особенно нуждается. Это врачи, медперсонал, ну и пациенты, у которых часто ничего не остается, как только надеяться на Бога. И чтобы эта надежда не посрамлялась, должна быть горячей молитвой того священника, который взял на себя ответственность быть пастырем для тяжело больных, а иногда и умирающих людей. И это поможет вам, дорогие мои отцы, Господь в этом нелегком послушании. Ну и, конечно, особые слова к персоналу больницы, тем, кто здесь трудится. Это замечательный труд, труд врача. Еще будет встреча, так что и там еще скажу. Но здесь вот общие такие слова. Еще раз благословение Божие пребывает со всеми вами. И еще, еще раз прошу вас в полной мере осознавать огромную ответственность, которая ложится на вас, как на пастыря, работающих в таких местах, как то, в котором мы сегодня находимся. Спасибо, Господи. Приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, которые проходят у нас протезирование, лечение троматологического. У пациента на одной ноге устно-синтез, аппарат Элизарова. С одной стороны, как у тебя, сейчас уже проводим экзопротезирование. Уже делается протез. У нас в этом году мы открыли свой центр протезирования в нашем филиале и обучаем там ходьбе, сами уже в мастерскую открыли, и, например, я тоже был очень тяжелый пациент с нагоняющейся культивой, в тяжелом ситуации. Культивы немножко спасли. Сейчас тоже проходит уже экзопротезирование, представление, чтобы... Да, и дай вам Бог сил перенести это испытание и потом войти в жизнь. Но вот, конечно, есть вот такая вот, как бы уже ущербленность человеческого организма, но по милости Божией и благодаря, конечно, тому, что в медицине у нашей большой прогресс, сейчас это может как-то компенсироваться за счет вот соответствующих протезов. Дай вам Бог спокойно войти в этот новый этап вашей жизни. Спасибо. Сил, крепости, спокойствия внутреннего. А самое главное, благодарность вам за ваш подвиг, в результате которого вот ранение получено, но ведь на войне иначе не бывающих. На войне иначе не бывающих. Если вспомнить все те войны, в которых участвовал наш народ, защищая Родину, сколько всего было. А если бы этого не было, то страны бы не было. Поэтому благодарность вам, ну и пожелание крепости, сил, помощи Божией и такого спокойного вхождения в жизни, вот, который, конечно, потребует определенных таких усилий, но вы мужественные люди, у вас все получится. Спасибо. Благословения вам и вашим родным и близким. Ну вот, и хотел бы вам помаленькие перечки передать. Спасибо. Помогу я вам. Праздник. 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 Спасибо, Господи. Благословлю вас, чтобы у вас сил было больше, потому что-то восстанавливаться. Благословение вам и находиться практически незаметно. Ну вот и все, так и должно быть. Ну вот, Андрей из Бердянска. Андрей из Бердянска. А вы? Из Москвы. Из Москвы. Популятивный пациент, да. Да. Ну вот тоже это в результате вот. Ну здесь травма не... Травма не... Бердянская, но не военная. Не военная? Да, ну как-то неудачно сделал соскок, и вот так вот получилось. Да, сейчас я в лежачем положении, все время в молитве, все время стараюсь просить Господа, Его помощи, без этого никак. Это единственное, что держит, укрепляет, потому что жизнь кардинально меняется, до и после, тем более, ну как бы... Познавкин, все время, в Бердянской больнице с ним. Да. И забрали, был придумал, будет, что им один позвоночник и здесь оперировали, ну вот, сейчас будет тяжелый Спасибо большое Алексею Юрьевичу. Они меня забрали, чтобы мне помочь, конечно, там серьезно, очень боюсь, как будет дальше, только от молитвы укрепляют, хотя враг нападает, конечно, и приходит часто тоже и уныние, к сожалению, но стараюсь с этим бороться. Вот с унынием надо бороться. Да. С унынием это не объективная вещь, она не со стороны, она из нашего сознания. Атакует вот эти мысли. Вот, 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 мы сами источник уныния. Вот если травмы, это не вы источник, а внешние обстоятельства, а вот уныние, которое иногда бывает страшнее травмы, источником уныния мы сами являемся, поэтому здесь нужно бороться вот именно с самим собой. Да, это еще сильнее борьба, чем физическая, да, спасибо за ободрение. Дай вам Бог силы, крепости, вот хочу вам на память икон, чтобы Господь помогал вам, и вам тоже. Здравствуйте, здравствуйте, ну вот, я очень рад возможности вот такой день праздничный вас посетить. Вот, и дай вам Бог сил, крепости. Во многом излечение зависит от того, что происходит в нашей душе. Можно помочь и врачам, и вообще правильному течению болезни, а можно и усугубить. Поэтому ваше внутреннее состояние – важнейший фактор вашего исцеления. Но вот для верующих людей самым важным фактором, который меняет сознание, является вера в помощь Божьей. А помощь Божья приходит через молитву. Вот поэтому очень часто люди далекие от веры, попадая в трудные жизненные обстоятельства, начинают сознавать, что когда больше ничего помочь не может, помогает связь с Богом. Вот я очень хотел бы, чтобы у вас это чувство, присутствие Божие в вашей жизни было. Мы надеемся. И полгословите, пожалуйста, на душе развитие. Вот. Будет надежда на это чувство. Ну вот, и благословляю вас, помогаю вам Бог, и вот вам иконочка. А я из Бариуполя. Вот, вы из Бариуполя. Спасибо, Господи. А вы из Север-Донецка? А вы из Север-Донецка, вот тоже. Вам иконочка. Спасибо, Господи. Помогаю вам Бог. Спасибо, Господи. Здоровье, крепости, сил и, как я сказал, внутреннее состояние. Спасибо. Нужно помогать врачам и нужно Господу помогать. Потому что Господь насильно нас не спасает. Это можно сказать и о духовной жизни, и о здоровье. Поэтому навстречу Богу нужно идти с молитвой, с верой, но и с определенным оптимизмом. Вот дай вам Бог вот так себя сейчас чувствовать, с тем, чтобы как можно скорее вернуться в строй. Ну вот, спасибо, Господи. Рад был увидеть вас. Помогай Бог. Спасибо Господи, спасибо Господи, вот дорогие мои, спасибо Господи, помогай вам Бог, помогай вам Бог, дорогие мои, ну вот, областные, из Одинцова, вот как, ну вот, выздоравливайтесь, поднимайтесь скорее. Спасибо Господи, вот благословяя Алексею Юрьевичу, Политенов Викторовичу, забота такая, они такие теплые, такие добрые, вот так и должно быть, вы же в церковной больнице находитесь, вот поэтому здесь другого и быть не может, мы поэтому и создавали церковную больницу, чтобы люди, которые сюда приходили, не только исцелялись, потому что будет назначено правильное лечение, лекарства и все прочее, но чтобы еще атмосфера помогала, я очень надеюсь, что наши врачи, православные люди, помогают, заботятся о нас, да, спасибо Господи. Вот вам тоже благословение от меня, вот такую иконку, Господь исцелял вас и укреплял, помогали вам Бог, спасибо, и за вас молимся, за вас, спасибо вам большое, вы живите подольше, но это уже как Господь, а вот пока живешь, нужны силы, а силу Патриарху дает молитва за него верующих людей, мы молимся за вас, вот, спаси Господи, благодарю вас, спасибо Господи. Храни вас Господь. Спасибо. Спасибо. Дай Бог восстановиться так, как только можно восстановиться. У нас прекрасные врачи, и хорошо, что вы в церковной больнице. Дай Бог всем здоровья. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 . Спасибо. . . , . , дорогие братья и сестры. . Спасибо. . . . . . . , . , . . . . , . , . , . . . . , . . . . . . . , . . , . . . . . , . . , . , . . . . . . . . . Сам факт существования церковной больницы имеет очень большое значение. Особенно для глубоко верующих людей, которые нуждаются в медицинской помощи. И когда они оказываются в условиях церковной больницы, то, что называется, и стены помогают. Человек духовно чувствует себя как дома. Ну и даже если сюда приходит человек или его госпитализирует, который не имеет никакого отношения ни к церкви, ни к религии, то думаю, что тоже полезно для такого человека соприкоснуться и с верующими врачами, и с персоналом. И все это является ничем иным, как свидетельством о том, что Господь нас призывает не только к тому, чтобы мы верили разумом, своим чувствами своими, но чтобы мы веру нашу реализовывали в добрых делах. Каждый человек призван совершать добрые дела. Вера без дел мертва есть. Вот что учит нас, чему учит нас Слово Божие. И здесь, в этом месте, вот этот завет, эта заповедь совершать добрые дела реализуется самым таким масштабным способом и образом. Я бы хотел сердечно поблагодарить всех, кто трудится здесь. И медперсонал, и технический персонал, и административный. Ну и, конечно, поблагодарить в первую очередь за то доброе чувство, которое вы имеете в сердцах своих в отношении нуждающихся в вашей помощи. Я думаю, что каждый работающий здесь должен помнить, что он не просто оказывает медицинскую услугу, а гораздо больше, чем медицинскую услугу. Потому что медицинская услуга в данном случае оказывается в рамках церковного учреждения. Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу. Вот так Господь учит нас. Потому узнают вас, что вы православные люди. В данном случае те, которые попадают в эту больницу. Потому как вы относитесь. Как вы им осуществляете свое служение. Как вы верны своему долгу. Поэтому в первую очередь хотел бы пожелать помощи Божией всем тем, кто здесь трудится. И осознание большой ответственности. Не только, конечно, за здоровье тех, которые сюда попадают. Но также ответственности за то, что происходит в сознании людей. Особенно невоцерковленных, неверующих. Когда они попадают в церковное медицинское учреждение. Вот хотел бы, чтобы вы все эти слова запомнили. У вас такая двойная ответственность. С одной стороны оказывать высокотехнологичную и современную медицинскую помощь. А с другой стороны свидетельствовать о том, что вера без дел мертва. Вот на этом пути пускай Господь всех и укрепляет. Но а путь этот спасительный. Спасение, о котором мы говорим, начинается здесь на земле. А потом только переходит в вечность. Если человек здесь не спасается, там уже ничего не получится. Двери закрыты и уже никакого прогресса у человека там быть не может. Поэтому все совершается здесь на земле. И тем, кто здесь трудится, вот дан такой замечательный шанс. Своим доброделанием, своей любовью к людям. В том числе и спросить у Господа прощения за свои ошибки, за свои грехи. И вот пускай Господь всех укрепляет на этом замечательном пути оказания помощи тем, кто очень в этой помощи нуждается. Хотел бы поблагодарить руководство больницы и всех тружеников. Владыка Пантемилимон вас за духовное кормление. Дай Бог, чтобы всем вместе вы действительно с достоинством несли то призвание, которому Господь вас и призвал. Нам очень помогает еще добровольцы, которые помогают Господу. По вашему цене, то ли собраны здесь? Ну это особое слово добровольцам. Доброволец. Тот, кто по доброй воле пошел делать вот эти добрые дела. Вот когда по принуждению, это совсем плохо. Но когда по долгу, ну как, ну, закладу человек получает, работает, это тоже очень хорошо. А вот когда добровольно, никто тебя не тащил. И никакими привилегиями ты не будешь пользоваться. И никакого особенного материального вознаграждения не будешь за это получать. Вот это в чистом виде доброе дело, без которого вера мертва. Поэтому хочу вас еще раз как бы поддержать в вашем намерении совершать это доброе дело, которое несомненно отразится добром и в вашей жизни. Храни вас всех Господь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok